Не пойдет о Евгении Олегине, о романе Пушкина в стихах, впрочем, может быть, немножко и пойдет. Я начну, пожалуй, с мемуара. Когда-то в незапамятные годы, когда не все присутствующие были на свете, кажется, я поставил на компьютер такой специальный скринсейвер, который назывался Hoku Screen Saver. Я не могу теперь найти даже его следов. Специфика интернета и сохранения информации в интернете такова, что мы не можем найти очень многих вещей. Они когда-то были проиндексированы, но теперь эти индексы пропали. Они не отложились ни в каких текстах, которые сейчас ищутся в интернете, поэтому никто его сочинил, этот скринсейвер. Не место, где его сочинили, я не помню. Смысл там был очень простой. В американской культуре, как мы знаем, в педагогических целях и просто в развлекательных целях очень популярна культура Hoku или Haiku. Причем они пишутся по-английски, в отличие от русской традиции, где Hoku это чаще всего верлибры. Они пишутся с соблюдением японского силабического правила 5.75. И, соответственно, технически это было устроено так, что там были два текстовых файла с пятисложными и семисложными строчками, и генератор случайных или, если угодно, псевдослучайных чисел вытаскивал эти строчки, комбинировал их в произвольном порядке. И это, собственно говоря, мерцало на экране. Поскольку это уже была эпоха относительно продвинутых операционных систем, это был, вот, кстати, датировать этот эпизод я не могу точно, но я помню, что это было Windows 95, а еще не Windows 98. Соответственно, приблизительно датировать, в общем, можно. 97-й год. Даже относительно точно, 97-й, 98-й. Это была уже продвинутая операционная система, поэтому она работала с русскими текстами, с русскими кодировками. И, скачавши это, я посмотрел туда и отредактировал оба файла, заменив английские строчки на русские с соблюдением силабического правила. Тоже пяти и семисложные наборы там были. И он у меня такое, значит, дело выдавал на экране красненьким шрифтом с некоторым промежутком между выдачей, ну, примерно равным времени чтения. Там это все настраивалось. Сейчас, кстати, нет таких скринсейверов. Это самое, модус пенсионера выключен. Тогда Михаил Леонидович часто бывал в Тарту. Я не могу сейчас припомнить... Тогда еще ходили поезда. Я не могу сейчас припомнить, по какому поводу он был в тот раз, но это было на старой кафедре. Это было, значит, в том помещении, которое большинство из бывавших в Тарту застали в качестве первичного помещения кафедры. И там шла какая-то пьянка, потому что тогда мы были молоды и веселы. Михаил Леонидович в ней посильно участвовал, он не чуждался этого дела. Но потом куда-то исчез. И я пошел его искать. Обнаружил его в совершенно темной и дальней комнате. Он сидел перед компьютером. На экране возникали случайно сгенерированные холку. Михаил Леонидович очень внимательно их читал. Я задумался, но я попытался представить себе, вот что сейчас с ним происходит, о чем он думает. Ну, понятно, что, будучи профессиональным стиховетом, он очень быстро понял, что силабическое правило там выдержано. Видимо, он ждал, когда выскочат повторяющиеся строчки. Они не выскакивали, потому что наборы были у меня довольно большие. И, соответственно, вероятность того, что повторяющиеся строчки выскочат, была мала. Смотрел он на это дело с исключительным интересом. И я почувствовал авторскую гордость, как, значит, объект внимания великого человека. Ну, косвенный объект внимания, потому что, на самом деле, случайные выдачи определялись генератором, а не мною, а сам скринсейвер написал не я. Прошло какое-то время. Я потерял этот скринсейвер, он перестал работать, компьютер сгорел, наборов этих строчек у меня нету. Я помню лишь отдельные, в том числе я помню, что выскочило у Гаспарова на экране в тот момент, когда я входил, я не буду цитировать. Последняя строчка была у Ельцина грипп, это я помню и скажу, а вот что было перед этим, не скажу. В какой-то момент, да, я поставил такую программу, которая для чления почты, тогда еще пользовались программами для чления почты, я ее пользуюсь до сих пор, и сейчас объясню почему. Она называется «Дебат». В коронавирусном контексте это звучит зловеще, летучая мышь. Это такое, значит, творение молдавских программистов. Я ее пользовался вот с каких-то античных времен, пользуюсь до сих пор, и два раза за нее заплатил. И вот почему. Потому что там есть возможность вставлять случайные fortune cookies, так называемые, знаете, да, что это такое? Ну, вот печеньки, завернутые в предсказание. Там есть тоже такой файл, который дает возможность комбинировать произвольное количество, вот в том числе очень большой строк с такими предсказаниями. И можно их, нельзя сочинять хокку, нельзя сделать 5-7-5. Но зато можно выдать три каких-нибудь случайных строчки. Что приходит русскому филологу, воспитанному в Тарту в семинаре Лотмана, в первую очередь, естественно, вставить туда Евгения Онегина. Что я и проделал, и продолжаю практиковать это. Результаты... У меня накопилось огромное количество писем в архиве с такими подписями. Результаты довольно странные, потому что иногда это вызывает серьезные проблемы. В официальных письмах я стираю, конечно, эти три случайных стиха. Есть один человек, один мой корреспондент, с которым мы ввели довольно напряженную, интенсивную переписку по этому поводу. Это Георгий Ахилович Левентон, склонный к рефлексии. Человек, который внимательно прочитывает все... Прочитывал. Сейчас, кажется, уже мы перестали по этому поводу общаться. Но, в общем, какое-то время мы поддерживали переписку о трех выпадающих чайных стихах, о типах связности, которые там образуются, и о эффектах, которые производят такое случайное сочетание стихов. Потом как-то мы это прекратили. Потом я думал даже сочинить статью в сборник в честь Левентона по этому поводу. Но как-то не взошел. А вот сейчас взошел рассказать, что я об этом думаю. И зачем это может пригодиться филологу. А почему это может быть интересно? Вообще, ну, помимо того, что это забавно. Мы имеем дело с так называемой комбинаторной поэзией. Это очень старый жанр, как и любое комбинаторное искусство в современной русской культуре пропагандистом и энтузиастом комбинаторного искусства является поэт Татьяна Бончасмоловская, проживающая в Австралии. Она читала об этом в РГДУ курс. И этот курс лекций выложен, вы можете с ним ознакомиться. Для нее она перевела книжку Раймона Кено. Книжка Раймона Кено, которая вышла в 61-м году, называется «100 тысяч миллиардов сонетов». Сейчас, одну секунду, извините. Я сейчас, я пытался найти эту книжку у себя, но не нашел в своих завалах. Вот так выглядит французское издание. Как вы видите, это сонеты, там, значит, каждая строчка существует отдельно, книжка разрезана на строчке, включая межстрофные пробелы. И, случайно, открывая эту книжку на разных страницах, с разными, ну, или перелистывая вот эти вот маленькие тоненькие полосочки, вообще, они очень быстро отрываются, конечно, если начать читать эти «100 тысяч миллиардов сонетов», то книжка истреплется. Мы получаем разные комбинации. Вот, видно ли, скажите, пожалуйста, я сейчас не вижу экрана зумовского, поэтому голосом, если можно, видно. Вот электронный вариант «100 тысяч миллиардов сонетов» с английскими переводами. Вот вы можете сами попробовать покомбинировать их, и он будет рассказывать, значит, с каким номером мы имеем дело. Ну, вот так, например. А если мы перелистнем, то получится вот так. И мы можем перелистнуть. Ну, там, на самом деле, автор этого сайта пытался, хотел сделать скрипт, который будет сам перелистывать, но у него не получилось, поэтому вот это последняя версия. Надо сказать, что в русской традиции мы тоже сталкиваемся с такой, да, ну, здесь можно еще вспомнить знаменитую книжку Маларме, но она сделана, я имею в виду «Бросок кости», но она сделана по-другому. Она, как бы, исходит из принципа реализации некоторой комбинации. Это еще конец, конец 19 века, издана она была уже в начале 20-го. Значит, в русской традиции тоже есть такая комбинаторная книжечка. Это книжка Николая Маркевича, Николая Андреевича Маркевича, украинского помещика, соученика Лева Пушкина, значит, и ученика, соответственно, Кюхельбекера, автора украинских мелодий, такого одного из архитекторов украинского романтического национализма. Книжка называется прекрасным образом «Пиетическая игрушка» от из... ...покойного Морозовым в русской стихотворной пародии без атрибуции, хотя была уже атрибутирована. И ее... это 2829 год. Ее приветствовал в свое время Полевой в московском телеграфе, как такое разоблачение штампов классицизма. И действительно, извините, наоборот, романтизма, потому что в предисловии как раз Маркевич и говорит о том, что вот классицизм себя истощил, но уже что-то и романтизм начинает себя истощать. И для прекрасных дам, которые жаждут, чтобы к мелодике были прибраны обязательно слова, я вот придумал такую книжечку для их поклонников, точнее сказать. Когда дама попросит вас сочинить куплеты, вы скажите, что вам нужно сосредоточиться, выйдите в отдельную комнату, достаньте мою маленькую книжечку, бросьте кости и смотрите, что... Две кости, потому что там 12 вариантов. И смотрите, что у вас выпадет. Для первого куплета, и там дальше, соответственно, для первого куплета варианты строк. «О ангел милый мой бесценный, любезный друг нелицемерный, о бог души моей бесценный, друг сердца верный, друг примерный» и так далее. Для второй строчки, извините, это первый куплет, вторая строчка. «Могу ли тебя я не любить? Могу ли тебя я позабыть? Могу ли тебе я изменить? Где мне мучения сокрыть?» и так далее. Третья строчка. «С тобой навеки разлученный, разлукой горестный и страженный, страдать в разлуке осужденный» и так далее. Четвертая строчка. «Я должен вечно слезы лить? Могу ли печаль я утолить? Мне суждено слезы реки лить, я не могу покоен быть» и так далее. И там, соответственно, значит, там есть романс, там есть олегия, там есть романс, и там есть вакхическая песня, которая написана Хареем, а не Ямбом, и автор специально оговорил, что только не перепутай, и, значит, не принеси девушке вакхическую песню. Такая смешная книжка, она действительно смешная. Название ее, на самом деле, подсказывает нам, что у нее есть французский источник, я его не обнаружил, но полагаю, что вообще-то, ну, это понятная культура салонных игр и шучных салонных игр. Если Вере Аркадьевне придет в голову что-нибудь по этому поводу, я буду ей очень благодарен. В чем разница между всеми этими игрушками, даже кино, и тремя случайными стихами из Евгения Олегина? Все они устроены более или менее в парадигматическом смысле. Наборы вариативных строк, варьирующихся стихов, являются парадигмами. У Маркевича это совершенно очевидно, хотя там есть тоже отклонения. Кстати, Маркевич не очень постарался, у него некоторые варианты не очень уместны. Ну, впрочем, для того, чтобы быстро спеть, куплет нормально. Кино, наоборот, уже понятно, кино это поздняя вещь, мы уже сюрреализм прошли, поэтому нас уже особая связанность не интересует, и там достаточно просто яркого соединения разноплановых стихов, но парадигмы выстраиваются за счет сонетной рифмовки. Это понятно, что они взаимоэквивалентны, потому что они все рифмуются друг с другом, ну и, соответственно, рифмуются по схеме французского сонета. В Евгении Онегине мы имеем дело с другой историей, с этими случайными трехстишиями. Здесь, собственно говоря, общей парадигмой является, собственно говоря, Евгений Онегин. Наше знание о том, что они все принадлежат к одному тексту. Впрочем, не все читатели это знают, если там не написано, то они могут это не определить. Но, в общем, такой текст суперканонический, в школе его худо-бедно все читали, и есть какая-то вероятность, что попадутся стихи из самых канонических фрагментов Евгения Онегина. Это мы обсуждали с Георгием Ахиловичем, но чему нас может, собственно говоря, научить эта игра? Чем она может быть интересна? В первую очередь, она рассказывает нам о том, как читатель понимает не связанный текст, но вообще говоря, любой поэтический текст, даже самый простой, про птичку Божию, это текст затрудненный. Поэтому, вообще-то, это такая, в некотором роде, радикальная модель чтения поэтического текста, затрудненного поэтического текста, темного поэтического текста. Текста для читателя поэзии, открытого для понимания, провоцирующего понимания, требующего понимания. Я попытался посмотреть, собственно говоря, да, второй вопрос, зависит ли это понимание от свойств текста. Я пытался проделать то же самое с «Бессмертной поэмой в цире», там получается гораздо скучнее. Но, ну, я сейчас об этом говорить не буду, вот, можно поставить ряд экспериментов, которые, может быть, ответят на вопрос о том, как зависит открытость случайных, вот таких случайных, случайно генерированных стихов, маленьких текстов, разного объема, кстати сказать, эксперименты уже можно ставить на разном объеме. Три – это просто амаш-хокку. Вообще-то можно делать пирожки, так называемые, нерифмованные четырестиши, четырехстопного ямба. Слава Богу, есть, для этого есть инструменты. Вот про это я говорить не буду, а вот интересно посмотреть на то, как люди относятся к текстам, которые таким образом генерируются. Вот это вот... Второй эксперимент, о результатах которого я рассказывать не буду. Я сейчас в чат отправлю эту ссылку, и если у вас будет когда-нибудь время для того, чтобы ответить на эти вопросы, я буду вам очень благодарен. Я нарочито, расплывчато формулировал эти критерии, но в общем, исходя из того, что вот досюда это признание полной бессвязности, это признание относительной связности, а это уже оценка получившегося связного. То, что, точнее сказать, то, что читатели готовы с связанным. Это ссылка. Я покажу результаты, я очень быстро покажу результаты другого эксперимента с плохим дизайном. Это эксперимент с хорошим дизайном, не буду останавливаться подробно на том, почему. А вот результаты эксперимента с... Нет, извините. Ну, впрочем, можно и это. Нет, это хуже. Сейчас будет хорошо. Вот результаты эксперимента с плохим дизайном. И мы видим, что факторы связанности, они предсказуемые, вообще ничего удивительного здесь нету, но если мы получим больше данных, то мы сможем ранжировать эти факторы и вообще сказать что-нибудь большее о современных читателях стихов. На первом месте тексты, которые вообще представляют синтаксическое согласование. И еще желательно, чтобы там были личные имена, потому что мы помним про Евгения Эгина, и нас забавляет сама идея соединения Евгения с блестящей Ниной Воронскую и его окончательная роль. Это могут быть семантические повторы, как вот здесь, например. В принципе, достаточно бессвязная строчка, но здесь трехстишная форма провоцирует восприятие этого как фрагмента и достраивание контекста. Но для высокой оценки, видимо, существенна именно вот эта романтическая семантика луны при поведении и бледности. Или вот текст, где другого типа связность, абсолютно бессвязный, относительно высокая оценка. Я не буду сейчас рассказывать, что, ну, как бы высокая. Можно найти связность для этой выдачи, это высокая. Видимо, определяется просто наличием числительных во всех трех стихах. В седьмом часу вставал он летом, четыре смертные ступени. Во-первых, слушай, прав ли я. Контекстуализация и реконтекстуализация. То, о чем я говорил, наличие имен собственных, как прокомментировала, ну, и реконституциализация, контекстуализация тоже, как прокомментировал один из респондентов, гомоэротический подтекст возникает здесь. Фонетические повторы, в том числе оказиональные рифмы, тоже влияют на самом деле. У нас все-таки рифмовка, видимо, повышает ранг текста. Света где-то для рифма, для пушкинского времени не рифма, а для нас рифма. Но тут некоторую связанность тоже можно обнаружить, реконструировать связанность. Ну, и отдельный разговор, это о том, что в стихе, в письме, вот то, что было предметом наших с Георгием Ахиловичем разговоров, в письме мы пытаемся, вернее, мои несчастные респонденты пытаются связать эти случайно выпадающие стихи с содержанием письма, с контекстом наших отношений. И поэтому они их перечитывают. В эксперименте я просил не перечитывать, поэтому, скажем, низко оцененным осталось вот это трехтишее. Между тем, я его сейчас продекламирую, так что оценка сразу повысится. Его расчетливый сосед, гремят тарелки и приборы, смиренный грешник Дмитрий Ларин. Это понятно, что перераспределение синтаксических связей, случайное распределение, случайное перераспределение синтаксических связей оригиналов тоже может вызывать такой вот эффект позитивной оценки. Это что-то о современных читателях, это рассказывает, и я с удовольствием приглашаю всех поучаствовать в эксперименте. Уже сейчас он в достаточно приличной фазе, то есть средняя оценка сейчас уже не меняется. После 60 проголосовавших уже не меняется средняя оценка. Это значит, что, в общем, достаточное количество мы набрали для, достаточно репрезентативно, но для определенного, конечно, социального, культурного слоя, которому мы все имеем удовольствие принадлежать. Спасибо за внимание. У меня немножко времени все-таки для вопросов есть, потому что мы начали... Спасибо большое, Роман. Действительно, у нас есть немножко времени задать вопросы. Пожалуйста, кто бы хотел... Олег Андершанович, вы хотели что-то? Олег Андершанович говорит, да, что есть какие-то стихи, которые вообще обеспечивают успех. Это правда, например, обособленные и не требующие продолжения депричастные обороты, типа стиха «Освободясь от пробки влажной», которые легко вставляются в любое место. А можно мне два слова? Да, пожалуйста. Не про французское. Во-первых, кажется, не было об этом сказано, но это совершенно очевидно. Вот детская игра «Чепуха» — там ведь самые явления. А из времен нашей молодости вспомню, что я когда-то грешила тем, что когда еще у нас было научно-студенческое общество, Андрей Семенович, привет, на филологическом факультете МГУ, и когда у нас читались доклады, то я когда еще протоколы вела не для публикации в журнале новолитературного обозрения, которого не существовало, а просто для, как сказать, смеха коллег. И у меня было такое специальное развлечение, когда опоздавшие входили, на какой фразе они входят. Это иногда давало, причем абсолютно, вот только реконструктуализация, как вы сказали. Безумно смешно иногда было. Человек входил вот просто на фразе из ученого доклада, адресованный вот просто лично ему. Так что это не стихи, но, видимо, мы окружены до какой-то степени. Конечно, и любимая игра про прочитывание заголовков советских газет с наложением на воображаемую сцену любовного свидания. Роман, коллеги и все, вопрос не издевается. Что если поставить этот эксперимент, исключив из него очень узкий круг, понятно кого? Если давать три строки, идущие друг за другом, из больших священий Хлебникова, как это будет воспринято? Исключив, ну, собственно, специалистов по футуризму. Ну, тех, кто все это наизусть знает, оставив более или менее просвещенных членов. А с другой стороны, предложить это, ну, читателям иного права, то есть, собственно говоря, студентам. Вот насколько здесь это корреспондирует? Отличный вопрос. И отдельно у меня есть продолжение. И будет ли это отличаться от того же самого, если мы возьмем, допустим, выборку Олейникова и выборку Веденского с другой стороны? Кажется, будет отличаться и в том, и в другом случае. Интересно было бы посмотреть, я бы так сказал. Это немножко техническое громоздко. Мне очень сильно помогало, я забыл высказать своей благодарности своему родному брату Кириллу Григорьевичу, который вот с вторым экспериментом мне помогал. Но он же немножко мне помешал с дизайном, потому что там у нас случился affirmative action, и вопреки реальному распределению «Ванегина мужских и женских», там получилась равная выдача. И даже в случайной выдаче получилось чуть больше «Мужских и женских». Это абсолютно неправильно. Это отдельный тоже вопрос, кстати, сказать о том, как будет оцениваться комбинации тех же одних и тех же стихов с разными клаузулами, при том, что семантика, скорее всего, синтаксическая семантика меняться не будет. При свободном русском синтаксисе и общей бессвязанности всего этого дела, там будет, видимо, работать только клаузульная инерция «Мужские в конце». Это действительно, если будет большая выборка, и если можно будет проделать на разных выборках разного типа эксперимента, направленный на исследование таких разных аспектов, то это действительно можно будет посмотреть. Спасибо, очень правильный вопрос. Ну и, если можно, совсем коротенький вопрос. Вы же понимаете, что, по крайней мере, две больших работы Гаспарова как бы провоци... Ну, отчасти похоже на Марковича, да, ой-ой-ой рифмы. А с другой стороны, собственно, подборки в семантическом ореоле метра, которые складываются, которые тоже можно перемешать и посмотреть, будет ли ощущение связанности. Мы все работаем по синтаксу, собственно говоря. Спасибо. 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 Спасибо.